Рад приветствовать вас на канале Коинпост, криптоновости и блокчейн. Кроме оригинального биткоина, сегодня существует много похожих криптовалют, а также таких, которые отделились от основной цепочки блоков или просто используют похожие названия. Давайте вместе разберемся со всем этим многообразием. Подписывайтесь на наш канал и давайте начинать. Биткоин это первая криптовалюта, но на базе него создано много других проектов. Их называют форками биткоина, потому что в основе таких криптовалют лежит код и принцип работы базовой сети. Первым форком был Неймкоин. В нем высокую надежность блокчейна использовали для создания уникальных доменных имен. Но Неймкоин не нашел высокой поддержки из-за сложности работы с сервисом. Вторым и на сегодняшний день самым успешным форком стал Лайткоин. Предводителем проекта является бывший технический директор Coinbase Чарли Ли, который по одной из теорий является самим Сатоши Накамото. В сети Лайткоин были первыми применены такие нововведения, как Сигвит и Lightning Network. Поэтому эту криптовалюту еще называют тестовой площадкой для биткоина. Также есть много других форков. Например, анонимная криптовалюта Zcash изначально разрабатывалась как дополнение к протоколу биткоина для повышения конфиденциальности. Но по мере работы над проектом было решено создать отдельную криптовалюту. Хардфорк – это разделение блокчейна на несколько несовместимых блокчейн-цепочек. Первым таким отделением стал Биткоин Кэш, разработчики которого отказались от обновления Сигвит и вместо него увеличили размер блока до 8 мегабайт. У этого проекта отличная финансовая, техническая и медийная поддержка. Сегодня Биткоин Кэш – четвертая по капитализации криптовалюта. Многие захотели повторить успех Биткоин Кэш, не осознавая, что дьявол кроется в деталях, то есть в создателях проекта, а не самом факте проведения хардфорка. Вторым от оригинального биткоина отделился Биткоин Голд. И на данный момент это главное достижение команды проекта, потому что у последующих клонов дела идут еще хуже. Несмотря на интересную идею добывать Биткоин только на видеокартах, без асик-майнеров, Биткоин Голд медленно, но уверенно идет вниз рейтинга. Дальше хардфорки стали делать все, кому не лень. Их уже несколько десятков, но ни один из них, за исключением Биткоин Кэш, пока не претендует на статус серьезной криптовалюты. Напишите в комментариях, про какие форки или хардфорки вы хотели бы узнать в наших новых видео. А мы продолжаем. Еще есть много криптовалют, разработчики которых решили сыграть на магии слово Биткоин. Например, Биткоин Дарк, который называет себя анонимной криптовалютой. Биткоин Пласс, эмиссия которого ограничена одним миллионом монет. Или Биткоин Скрипт, где обещают гибридный майнинг по алгоритму Proof of Stake. Подобные проекты имеют минимальную поддержку. Наверное, одного слова Биткоин в названии недостаточно, чтобы криптовалюта стала популярной. Но зато такие монеты – отличный вариант для мошеннической схемы Pump и Dump, когда курс криптовалюты идет вверх и потом также быстро падает. Теперь вы знаете, не все биткоины одинаково полезны, и что существует множество криптовалют, которые что-то взяли от оригинального биткоина. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах – Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Канал о криптовалютах – Коинпост. Субтитры создавал DimaTorzok